Пауло Каэлью однажды написал «Я не тело, наделенное душой. Я душа, часть которой, видимо, и называется телом». Здравствуйте! Сегодня расскажу вам о книгах, которые помогут понять, как устроено человеческое тело и как оно функционирует. Начну, пожалуй, с новинки, которую точно вам порекомендую. Третья книга научного журналиста Аси Казанцевой «Мозг материален» имеет подзаголовок о пользе томографа, транскраниального стимулятора и клеток улитки для понимания человеческого поведения. Книга написана просто, чтобы нам всё про наш мозг стало понятно. Основательно, чтобы мы видели, откуда учёные взяли эти факты. Увлечённо, потому что предмет дико интересен. И местами очень смешно, потому что такая уж Ася человек. Знаете ли вы, что вес бактерий в нашем кишечнике составляет 2 килограмма? Да, теперь ваш мир никогда не будет прежним, как и у меня, после прочтения книги немецкого гастроэнтеролога Джулии Эндерс «Очаровательный кишечник», как самый могущественный орган управляет нами. Кому-то предположение, что у кишечника есть собственный мозг и нервная система, может показаться абсурдным и антинаучным, но автор очень убедителен. Она, к примеру, сообщает, что кишечник способен влиять на память и приступы депрессии, а нервных клеток в нём больше, чем в спинном мозге. А начинается книга с подробной инструкции, как правильно сидеть на унитазе. Вы удивитесь. В той же серии вышла книга доктора Йоэль Адлер «Что скрывает кожа?». Она посвящена самому большому человеческому органу. Кожи у каждого из нас по 2 квадратных метра. Адлер весело и просто рассказывает, как мы вредим себе гигиеной, как загар, ботокс, крема и татуировки влияют на нашу кожу и сколько важных задач она выполняет в течение дня. А ещё вы узнаете, что кожа ответственна за 2 трети пыли в наших домах. Вообще рекомендую вам эту серию. Она называется «Сенсация в медицине». Издательство «Бомбора». Вышло уже 5 увлекательных, насыщенных информацией книг. Кардиохирург, заведующий операционным отделением в госпитале Бурденко Алексей Фёдоров, рассказывает о единственном органе нашего тела, которое никогда не отдыхает. У книги «В ритме сердца» очевидный посыл. Доктор подробно рассказывает, как преодолеть антисердечный образ жизни. Одна из глав, к примеру, называется «Меню здоровое сердце». Другая посвящена актуальной теме – пить или не пить. В книге «Краткая история человеческого тела» научный журналист Дженнифер Эккерман она рассказывает множество фактов, связанных с биоритмами. Вы узнаете, почему один родитель скорее подхватит от ребёнка простуду, а другой нет. Почему людям требуется разное время, чтобы переварить один и тот же пончик. Когда лучше идти к стоматологу, а когда в спортзал. И всё это на основе современных исследований о человеческом теле. И, наконец, книга в любимом жанре большинства любознательных школьников. Иллюстрированная энциклопедия «Как работает тело». Авторы собрали наглядные факты о человеческом организме и выпустили так называемый антиучебник. Нескучный, яркий том в форме инструкции к телу. Что не разворот, подробные схемы, рисунки, точно подобранные факты о всех 78 органах в теле человека. Прежде чем закончить, я просто обязан это сказать. Информация, содержащаяся в книгах, не может служить заменой и консультацией врача. Перед совершением любых рекомендуемых действий посоветуйтесь со специалистом. Увидимся через неделю. Читайте книги.